Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире Финам-ФМ «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшней программы наверняка заинтересует многих, а может быть даже кого-то и интересует уже. Ну так это все неоднозначно, по крайней мере в средствах массовой информации. И в кулуарных разговорах, когда заходят в эту тему, нет определенного «Ура» или наоборот «Ой-ой-ой». Вот об этом мы поговорим сегодня. Ура или «Ой-ой-ой». Мы говорим о запуске универсальной электронной карты в России, в простонародье УЭК. Даже выговаривать сложно. Получит ли это самое детище широкое распространение среди россиян и каковы ее перспективы? Сегодня разговаривать мы будем об этом с моими гостями в студии Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп. Добрый вечер. Добрый вечер. И Максим Атсачий, начальник антитического управления Банка БКФ. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы начинаем наш разговор. И первый вопрос у меня... Ну да, Викторий, с тебя начнем. Ну, во-первых, как давно ты слышал о том, что планируется создание подобного электронного устройства? И как оно выглядит в принципе? Ты как знаток этих самых электронных устройств наверняка нам сможешь ответить на этот вопрос. Об универсальной электронной карте я слышал достаточно давно, уже несколько лет. Несколько лет. Да, хотя ее обслуживанием будут заниматься некие структуры, которые не государственные, то есть коммерческие, пока сейчас. Очевидно, исходя из того, что в последнее время говорят в прессе, причем государственные служащие, возможно, она когда-то преобразится в действительно удостоверение личности. Ну, а сейчас изначально вот этот план по внедрению УЭКа, вообще что такое этот самый универсальный электронный карт? Это средство платежа, это идентификация личности или что это? Я зашел на сайт как раз официально и могу в принципе процитировать. Универсальная электронная карта – это единый документ, объединяющий в себе определенное количество документов. Создание универсальной электронной карты предусмотрено законом 210 ФЗ. Из себя она представляет пластиковую карту размерами и функциями, так скажем, которые соответствуют стандарту ИСОшному. По-моему, он называется, не помню цифру сейчас. На лицевой стороне изображен, соответственно, герб государственный, присутствует микропроцессор, чип тоже соответствующего стандарта. И ее номер на обратной стороне, как предполагается, будет фотография держателя, причем есть ссылка, что фотография дается только в случае выдачи универсальной карты по заявлению клиента. И есть некоторые реквизиты обязательные. То есть, если действительно верить тому, что указано на официальном сайте УЭК, она позднее заменит определенное количество документов, в том числе и официальных удостоверений личности. Вот, вот это уже интересно. То есть, это некое единое, да, объединяющее в себе такое средство, с помощью которого можно будет, не знаю, да, заменит она паспорт, заменит водительское удостоверение, заменит еще что-то, еще что-то. Ну, паспорт пока нет. Там такая формулировка, как общественный паспорт. Пока о замене паспорта речи не идет. Ну, главное, там будет навешана функция, из которой туда ввязался Сбербанк, а с ним еще пара. То есть, УЭК, это же частная структура, которой владеют три банка. Это Сбер, это Уралсиб и это Акбарс татарский. Вот, по-моему, на равных. Вот, в третях они владеют. Вот, и вот функция, которая привлекает банки, это, конечно, в первую очередь, с помощью, это будет просто вот такой Клондайк, Бонанзо, да, то есть они... Предположительно, я бы сказал. Ну, для них, по крайней мере, задача, они такую ставят, чтобы сделать из этого Клондайк. Ну, в принципе, да, ну, по крайней мере, кое-что им удастся, потому что, значит, какие вещи точно попадут туда? Вещи, связанные с пенсиями? Вещи, связанные с бюджетными всякими... Зарплатами. Зарплатами, то есть, вот, уж во всяком случае, бюджетники попадут в теплые ручки, вот, правильные. Вот, вещи, связанные со всякими, наверное, обязательными платежами. ЖКХ в том числе, да? Ну, тут, да, тут, что называется... Сбербанк, собственно, лучше. Да, да, но он и сейчас, в общем-то, хорош на этом поле. Ну, это первый аспект проблемы. А второй... Вот на карту навешана масса полезнейшей информации. А именно, пенсионное... Обязательное пенсионное страхование. Обязательное медицинское... Нет! Да. Нет, не только. А, не только. Нет, не только. Она дает доступ, вообще говоря, эта карта, к информации по... То есть, человек может получить информацию к своей... Ну, вот, доступ к базе данных на себя, скажем, в пенсионном фонде. В фонде обязательного медицинского страхования. Фомсед. Вот тут для меня тонкий и пока непонятный вопрос. Состояние ли УЭК в целом и, соответственно, бенефициары, конечный УЭК, банки, получить доступ к этой информации. Если да, то это будет уже не клондайк, а какой-то мега-клондайк. Да. То есть, просто, это великая мечта банков, получить доступ к информации, например, по пенсионному страхованию. Ну, понятно, что это по существу мы имеем голимую форму, как вы знаете, зарплатную, да? Да. Вот. Если получить вот доступ к этой информации, то можно спокойно в течение секунды сказать, можно дать этому человеку кредит или нет, потому что мы видим его зарплатные потоки. Ну, то есть, это хорошо или плохо? Это, нет, для банков, вот если так, для банков это очень хорошо, вот для этих банков, которые участники, для их конкурентов это плохо, это мощное конкурентное преимущество в руках у... Ну, давайте, вот о тех банках, которые в этой программе принимают участие. Для них это хорошо, почему? Потому что у них доступ к информации о личности, да? Да. Не просто вот тот, который... Финансовый. Эта личность хочет предоставить, да? А та, которая есть еще, помимо того, что зарплата, пенсионная и так далее. Да, если. Вот для меня тонкий момент, я так и не понял, изучение документов, состояние ли УЭК получить доступ к этой официальной информации? То ли? Немножечко по-другому обстоит ситуация. Дело в том, что УЭК является только процессингом. Насколько мне известно, я общался с товарищами из УЭК, эмитентом УЭК официально является государство, территориальный орган, муниципальный орган, да. И банковское приложение, которое есть на карточке, оно будет не этих трех банков, а это будет определенного банка, который выбираться будет прямо по территориям на конкурсной основе. То есть не совсем факт, что это будут один из этих трех банков. Ну смотри, Максим назвал как минимум Сбербанк. Ну это... Думаю, что на любой территории, муниципальной, найдется отделение Сбербанка, которое может в конкурсном итоге... Может, но вот предполагается, что все-таки будет конкурсный отбор. Дальше я уверен однозначно, что УЭК не будет иметь доступ в государственные базы данных по той простой причине, что он коммерческая структура, а государство свои и интересы граждан наблюдет. Примерно вот так. Ну посмотрим. Это голубая мечта банков. Мне кажется, все-таки вот эту лазейку будут они каким-то образом шерудить. Раскручивать. Да, да, будут раскручивать, потому что и для государства тут ведь сплошная польза. То есть какой вред для государства, что Сбербанк получит доступ к пенсионной информации? Я не вижу такого вреда. А какая польза? А польза очень большая. Кредиты... Значит, Сбербанк будет в состоянии выдавать кредиты гораздо более высокого качества. То есть уровень невозвратов будет гораздо меньше. Для государства это очень большая польза. Прямо скажем. Ну, я могу объяснить, но стабильность финансовой банковской системы это абсолютно очевидно. И вот сейчас это огромные массивы информации просто валяются в пустую. Причем в разных местах. Так вот. Вот, кстати, может быть, к этому мы вернемся. То есть прежде всего задача этой самой ОЭК каким-то образом, да, как это назвать, централизовать эту информацию. Нет? Не уверен, что она будет централизована. ОЭК это универсальное средство доступа к информации. Но информация, она в разных источниках. Хорошо. Ну, для меня, как для пользователей, вот у меня есть несколько ключевых параметров, о которых мы говорили. У меня есть номер пенсионного удостоверения, номер медицинской страховки. Ну, паспорт мы не будем пока трогать. Хотя, я так понимаю, что со временем он может там оказаться. Да, водическое удостоверение. Что еще такое ключевое? Свидетельство о рождении. Студенческие. Проездные билеты. Проездные билеты. Вот все это централизуется на одном носителе. Да? И мне становится жить легче, веселее, да, комфортнее. И очень опасно. Сейчас мы, кстати, эту тему затронем. У нас как раз сейчас время новостей. Слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, сухой остаток в эфире Финам.ФМ. Мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Еще раз добрый вечер. Сегодняшняя тема программы – это запуск универсальной электронной карты в России. И мы обсуждаем, насколько это перспективная история, получит ли УЭК широкое распространение, ну и будет ли она пользоваться популярностью, спросом и не загибнет ли, да, не погибнет ли где-нибудь по дороге этот проект, что, собственно, достаточно часто бывает у нас. Я представлю еще раз моих сегодняшних гостей. Это Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп и Максим Асачий, начальник аналитического управления Банка БКФ. Итак, вернемся к разговору о том, каковы же все-таки там какие-то технические, стратегические задачи у этого нового зверя. Да, УЭК – это объединение в одном месте некой информации. С одной стороны, наверное, я, собственно, свою точку зрения пытаюсь сформулировать, это удобно мне, потому что мне не нужно носить много разных бумажек. У меня все в одном месте, и я могу и в метро проехать, да, показав УЭК. Я могу и оплатить покупку, да, в магазине через УЭК, я могу прийти в государственные учреждения, где мне потребуют номер пенсионного удостоверения, и также предоставить УЭК. Это удобно, очевидно. Но с другой стороны, Анатолий, ты говоришь, есть огромная опасность. Опасность чего? Очень много есть опасностей. Прежде всего, я вот посмотрел внешний вид карты, меня, конечно, напугала... Фотография. Нет, здесь милая девушка. Меня напугало то, что на ней присутствует СНИЛС. Это что по-русски? Это идентификатор системы пенсионного страхования. Это в настоящее время уникальный идентификатор любого пользователя сайта госуслуги.ру. Это цифра, которая нам назначается при рождении и сопровождает нас до самой смерти. Она не меняется никогда. А здесь она в общем доступе, я правильно понимаю? Да. Она здесь просто подписана. Нет ни одного источника, ни открытого, ни закрытого базы СНИЛСов. Таким образом, потеряв карточку, кто-то может поиметь доступ живого СНИЛСа, определенного человека. Плюс... А что, кстати, это значит? Вот, допустим, я нашел твою карту, там есть СНИЛС. И что я могу с тобой сделать? Ну, при определенных навыках и знаниях можно, ну, как минимум, попробовать получить доступ на тот же сайт госуслуги и представляться человеком. Да. Плюс мы еще с Максимом перед эфиром обсуждали, что, предположительно, на микропроцессоре будет размещена электронная цифровая, причем квалифицированная электронная цифровая подпись. То есть в этом случае тоже, да, человек, которому попадет моя карта, он имеет возможность? Ну, тут все-таки пин-код будет, то есть это где-то как-то... Нет, подожди, цифровая подпись, ее тоже видно? Она нет, она зашифрована, но имея, как я сказал, определенные навыки и умения, то есть там... Ну, по аналогии с обычной карточкой, да, ведь есть же умельцы, которые проникают там в пластик и вычисляют пин-коды и так далее и тому подобное, да? То есть эти риски остаются? Есть, они присутствуют, конечно. Ну, главная опасность, наверное, как бы не в этом, все-таки. Главная опасность, скорее, взаимоотношений гражданина и государства. И государства. То есть первая и очевидная, она уже срабатывала в отношении других, так сказать, баз данных. Так. Это утрата. То есть каким-то образом злоумышленники получают доступ к огромным массивам информации персональной. Вот. Вот этот момент. Второй момент. Это, наоборот, это доступ государства к огромным структурированным массивам информации, когда все, что есть о человеке, включая уже и покупки его, включая его передвижения, видны билеты, которые он покупает. То есть это уже какой-то тотальный контроль. В условиях, ну, скажем так, демократического государства, ну, как бы и бог с ним. Хотя даже в условиях Америки, наверное, это какие-то вопросы бы вызвало. А в условиях России, где происходят процессы, так сказать, весьма и весьма интересные... Отличные, демократичные, ты хочешь сказать, да? Не американские. Скажем так, у нас слово демократия давно стало ругательным. Так что вот это вызывает, конечно, в условиях тоталитарного государства доступ государства к огромным массивам информации персональной, вот такого часто деликатного свойства, уже становится, вот, по-моему, перебором. Ну, смотри, вот бог с ним и с демократией, и со всем остальным, тем не менее, мы говорили о том, что вот, ты говоришь, да, в Америке это воспринималось бы так. У нас воспринимается... А в Америке есть вообще что-то похожее на УЭК, Толя? Конечно. Есть? СССР. СССР. СССР, да. СССР, номер, кард. Ну, там тоже номером все-таки, в основном, не карточка, а именно номером. Ну, главное, ну, ну, не, ну, карта есть тоже, карта у них есть. Ну, то есть там аналог вот этого нашей УЭК будущей, да, если она приживется, это номер социальной страховки, да, как в фильмах, по крайней мере, говорят, скажите мне социальную, номер вашей, и все, я про вас буду. А у нас снился есть для этого, карточка для этого не нужна. Ну, не кто этого снился, а о себе, не знаю, по крайней мере, я не знаю точно. А ты знаешь, что ли? Конечно, несомненно. Мне... Скажешь? Мне очень нравится то, что сделано на сайте госуслуги.ру. Это, ну, я просто и знаком с людьми, которые занимаются этим сайтом. Сайт, который является входным окошком в огромное количество государственных структур, разрозненных. То есть это первое и единственное пока окошко, где можно о себе узнать много всего. И финансы, и налоги, и штрафы, и регистрация, и, ну, там огромное количество... А войти туда я могу как раз использовать СНИПС вот это, да? СНИПС абсолютно верно. Является логином и, так сказать, global ID, а не QID любого человека. Мне вот карточка вот эта, будучи клиентом госуслуг, она вообще не нужна. Хорошо, хорошо. Собственно, плюсы-минусы небольшие мы с вами, по крайней мере, отметили. Вопрос вот другой. Ну, и даже, может, не другой, а вопрос следующий. Ну, вот попытка Максима прозвучала сравнить, да, некие политические, может быть, истории России и за рубежом. А если говорить не о политике, а говорить о неком истории с культурной точки зрения, о неком менталитете? Ну, понятно, о чем вы говорите. Естественно, и в Соединенных Штатах, я знаю, существует такая проблема. А у нас уже подавно, что, скажем так, некоторые особо религиозные граждане, например, считают, ну, невозможно для себя получить, чтобы их пересчитали. То есть получить какое-то число, они там начинают сразу выяснять, а нет ли где-нибудь, скажем, 666 или еще какой-нибудь такой 13. Вот, какое-нибудь число сатаны. Ну, это особо религиозные, мы не будем трогать сейчас особо религиозных и религиозных в целом. Вот с точки зрения именно ментальности российской, да, попытка собрать о тебе информацию, куда-то положить ее, эту информацию, в одну кубышку, она всегда воспринимается... Я думаю, что нет, я думаю, что нет, у нас основная черта это пофигизм, вот, а тут как раз, ну, положили, ну, и пусть лежит. Вот, я бы еще хотел один аспект проблемы подчеркнуть. Я видел в одном из блогов, ну, вы знаете, что с 1 января, ну, на самом деле не с 1, а с 9, потому что с 1 по 8 были каникулы, вот, начали эти карты уже выдаваться всем желающим. То есть... То есть сейчас, если мы с тобой желание изъявим, можем пойти ее получить. Да, да, совершенно верно. Ну, и некий энтузиаст, в общем-то, и занялся этим процессом. И он описал свои хождения по мукам, ну, сразу догадайтесь, куда он пошел за картой. Не могу догадаться. Сбербанк, Сбербанк, и теперь представьте себе, что миллионы и миллионы, а нас страдают, будет, наверное, миллионов 100, кто должен будет получить эту карту. Ну, население 142 сейчас, или 143 миллиона, да, ну, и я уже не знаю, с какого возраста, наверное, 16 лет, да, или 16 лет, скорее всего, будет карта, а может, и раньше. Вот. И вот все они ринутся уж, а точно ринутся с 1 января 2014 года, когда начнут выдавать уже всем... Поголовно. Да, всем поголовно. Кроме того, кто не... Нет, если заявление пишите, то не дадут. Отказное заявление. Да, отказное. То есть наоборот. Да, да, наоборот, именно наоборот. Вот. Чтобы не пересчитали. И я просто вот с ужасом вспоминаю свои посещения Сбербанка, ну, года 3-4 назад, когда там творилось, ну, скажем так, я уже не буду говорить там нехорошие слова про горячо любимый Сбербанк, но вот когда вот все пенсионеры там получали пенсии, когда коммунальные платежи, вот все это... Сбербанк от этого попытался избавиться и вроде избавился. Ну, теперь представьте себе, что вот эти десятые... Что сотня миллионов человек туда ринется, ну, и где-нибудь в течение года. Это будет просто страшно. А ведь там процесс довольно серьезный. Там же, например, фотографируют, насколько я понимаю, ну, и так далее, и так далее. Я думаю, что не ломанутся все-таки. Вот на это только надежда. Объясню. Помолимся. Объясню свою позицию. Смотрите, с УЭКом пошли своим, так сказать, оригинальным путем. Ну, я просто достаточно давно связан с платежными системами, с банковскими картами. Я просто помню, как в начале 90-х к нам в Россию заходила платежная система Мастеркард. Они не начали всем подряд шлепать карточки. В первую очередь они вложили огромное количество денег в создание инфраструктуры. И когда появилась вот эта вот критическая масса точек, где можно обслужить карточку, люди сами стали карточки эти получать. Сейчас, ну, какой смысл? Какой смысл получать эту карту? Есть где-то карт-ридеры или чип-ридеры в государственных структурах? Нету. Транспортное приложение работает, ну, условно, там сейчас в трех городах. Толя, извините, я перебью. У нас сейчас время послушать новости, потом продолжим. Итак, уважаемые слушатели, вновь в эфире Финам ФН «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Мы продолжаем наш сегодняшний разговор, который посвящен запуску универсальной электронной карты в России. Мы говорим о том, насколько она будет популярна, ну и вообще, нужна ли она нам с вами. Сегодня в студии Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп и Максим Асачий, начальник экономического управления Банка БКФ. Максим вот в предыдущем разговоре, в нашем предыдущей части программы, высказал как раз опасения по поводу того, что не может даже наш великий Сбербанк, не сможет даже великий, да, при условии, что все сразу ринутся получать этот самый УЭК, не сможет просто обработать. Технически не хватит ресурсов таких. Ну, просто 20 тысяч, насколько я знаю, 20 тысяч у него, грубо говоря, точек продаж. 27. Ну, около 20, да. И на 100 миллионов, это что-то как бы многовато, по-моему. Ну, Толя, ты рассказывал о том, как Мастеркард приходил в Россию, и, собственно, никакого особого ажиотажа не получилось. Да, ну, а сейчас мы знаем, что владельцами карты являются, ну, очень большой процент населения страны. Это первый аргумент, что немножечко не так пошли, не пойдут за карточками, ну, разве что там, я не знаю, на стенку повесить в рамки. Инфраструктура пока отсутствует этой карточки. И второй вариант, второй достаточно конкретный аргумент, это то, что у нас в стране есть и очень хорошо развивается интернет. У нас огромными темпами растет количество пользователей, у нас подрастают новые пользователи, уже продвинутые. И в интернете вполне можно все это получить. Все государственные услуги, как я уже говорил, помимо сайтов ведомств, есть еще сайт госуслуги, где уже все это происходит. Не надо никуда идти, не надо носить никакую карточку. Произвели удаленную идентификацию, получили услугу. Захотели что-то оплатить, прямо там же, на сайте госуслуг, уже, насколько я понимаю, есть несколько входов в систему банк-клиент различных банков. Муторная процедура подключения банков, я сам знаю, но уже несколько банков там уже имеют доступ. Оплати налоги, оплати штрафы, не выходя из дома. В таком случае нет, я с тобой согласен, и учитывая, что действительно сейчас достаточно много продвинутых пользований среди граждан России, это все дело очень активно развивается. Зачем тогда карточка-то изначально тогда? Зачем она нужна? Зачем она нужна? Это альтернатива интернет-доскопа? Я вижу для пользователей исключительно удобство в том, что пенсионная карточка, она отдельная есть, и полис УМС. Я, правда, на дизайне не увидел обязательного медицинского страхования реквизитов. Две карточки в одной. Вот для меня это, к сожалению, пока единственный плюс. Максим. Ну, это же еще раз, это карта для совершения платежей. То есть, вот именно как банковская карта, на которой еще вот эти все прибамбасики, ну, на которые мы выписали еще вот эти циферки. И плюс это будет как транспортная карта. То есть, там, где карта действительно необходима, именно вот как физическая карта. А все остальное действительно, зачем карта, когда есть номер? Понятно. Понятно. Кстати, надо упомянуть о том, что, несмотря на твой рассказ, что с января этого года уже есть у всех возможность эту карту приобрести. Ведь устраивали... Не приобрести, она бесплатно дается. Эту карту оформить, оформить, да? Чуть раньше проводились тестовые, да, в тестовом режиме, по-моему, в Владимирской что в области она была? В девяти. В девяти областях Российской области. Москва, Санкт-Петербург, ТТТ, Новосибирск, Астрахань и так далее. Ну, вот, кстати, можно вот по этим результатам этих тестов какой-то вывод сделать, насколько она нужна, популярна, востребована и так далее? Буквально на днях выступали как раз насчет УЭК и сообщили, что уже с Нового года получено 10 тысяч заявлений на эту карту. Вот с текущего Нового года. Да, учитывая размеры нашей страны, мне кажется, это провальный старт. Это более чем скромно. Это более чем скромно. Ну, когда... Все-таки я думаю, что в конечном итоге это будет карта двигаться в сторону паспорта. Вот когда она станет действительно паспортом, тогда посмотрим, как народ запоет. А сейчас просто надо по определенным параметрам не особо востребовать. Единственное, меня, конечно, интересовало, почему не хотят сделать ее вот прямо сходу альтернативным паспортом. Интересно. Паспорт — это дело государева. УЭК — дело коммерческое. А, ну вот как бы исходя из этих... ФМС ни при каких обстоятельствах, ну не может на аутсорс отдать такое, даже процессинг этих вещей. Ну, понятно. Хотя в перспективе все-таки мы говорим, да, что такое возможно. Что должно произойти, чтобы... Не так давно была интернет-новость, которая меня просто поразила. Выступление Рамадановского про перспективы, про то, что там в скорости паспорта бумажные будут заменены на пластиковую карту, соответствующую там с биометрией и так далее. И последним абзацем этой статьи вообще без перехода ни с того ни с сего начали говорить. А УЭК уже начали раздавать с начала года. Я просто... Ну, видимо, связь какой-то. Он где-то в подсознании связь видит. Разве что журналист имел в подсознании связь или ему подсказали, что связь такая должна присутствовать. Ну, то есть государственно, причем достаточно уполномоченного и ответственного человека прокомментировали УЭКом, коммерческим проектом. Я очень сильно удивился. Давайте еще два слова скажем, наверное, по поводу того, что может интересовать подавляющее большинство слушателей. Если вдруг я, приобретя все же эту карту, ее потерял. Очень просто. Очень, все очень просто. А те же, насколько это плохо? Абсолютно неплохо, потому что... Ну, за исключением тех моментов, которые были сказаны насчет этого СНИЛСа. Вот. А все остальное заходим на портале или на портале, я так понимаю, госуслух, или, во всяком случае, на УЭКовском портале уже совершенно точно. Ее просто аннулируем. Абсолютно. То есть это как банковскую карту аннулировать просто нажатием кнопки. Это исключительно просто. А дальше что? Перевыпуск. Здесь... Да, перевыпустить ее. Перевыпуск, но вот СНИЛС не меняется. Проблема в этом. Ну, вот банковский счет можно поменять. А вот СНИЛС, он не меняется, и он достаточно вот такая сенситив, секретная информация. А так, ну да, потерял. Причем потерял, если там будет функция даже электронного кошелька в банковском приложении, то потерял не только карточку, но и деньги. Ну, вообще, это действительно правильная идея, то есть проверить, насколько трагична утрата этого документа. А как это можно проверить? Ну, просто вот, дайте проверить. С эмпирическим путем. Вы имеете в виду самостоятельно, да? Не-не-не, только не за мой счет. Только не за мой счет. Если говорить о том, что подобные истории уже существуют у нас, да, ну, в тестовом режиме или сейчас, в начале года, никаких нет по этому поводу у вас, по крайней мере, информации, сообщений, что кто-то потерял, кто-то потерял не только карточку, но и еще там какие-то вещи. Пока УЭК, который действует сейчас, он не насыщен всеми услугами, которые декларированы. Когда будут они добавляться, когда они действительно живы. А сейчас как она выглядит? То есть это light такой вариант, да? Там только что-то есть. Ну, да, то есть стартовый, да, вариант. Есть что-то. Нужно самим посмотреть, причем и разработчикам проекта тоже нужно будет это посмотреть. И соответствующим образом исправлять и улучшать. Потому что то же самое транспортное приложение, ну, вот пока, до последнего времени, оно было все в оффлайне. То есть карточкой пользуешься, пользуешься, потом приходит счет, сколько накатал, и, соответственно, ты оплачиваешь его. Если карточку потерял, и она сама собой не заблокируется. Когда онлайн будет, там метро, в автобусах, везде, сразу автобус будет знать. Вот эту карточку нельзя принимать. Пока этого, ну, насколько я знаю, нету. Причем я правильно понимаю, я, чтобы проехать в общественном транспорте где-то, да, должен на этой карточке, там, банковский счет, и там должны быть деньги, естественно. Ну, да. А если их нет, то и... Ну, или заблокировано. Или заблокировано, да. В этом случае очень похоже на обычный пластик с функцией, там, какого-то, да, есть? Который уже есть с этими функциями. То есть уже есть, там, технологии бесконтактных платежей, которые в Москве, в Питере, в Екатеринбурге работают. Ну, там офлайн, там нет онлайновых приложений. А все остальные услуги, как я сказал, в том числе и посредством после удаленной идентификации, они доступны в интернет. Ну, карточка, она, наверное, нужна. Ну, вот, очевидной необходимости в ней нет. Кстати, вот я хотел сказать, что очень важный и интересный проект, в том числе и наша группа сейчас запускает совместно с Финам. Это удаленный... сервис удаленной идентификации. Это что и поподробнее есть? Национальное бюро электронных паспортов, так условно мы его называем. Суть проекта в том, что мы и людскими ресурсами, и аппаратными средствами проверяем пользователей интернет на тему, ввел он свои персональные данные или чужие. А как это? Это можно сделать посредством интернета? Теперь это можно сделать. Теперь нам это доступно, да? И после того, как мы проверили личность, мы знаем, что он ввел свои данные, там есть очень много интересных технологичных вещей, мы перед другими организациями коммерческими, в том числе, мы отвечаем в том, что этот человек прошел проверку, это не робот, это не человек, который украл чью-то карту и ввел ее данные. То есть здесь снимаются некоторые ограничения, которые наложены законодательством, федеральным законом 115 ФЗ, в частности, разовый платеж в 15 тысяч рублей. Это, то есть я бы сказал, что этот сервис это некий аналог, интернет-аналог УЭК. УЭК, да? То есть это может быть даже и здоровая альтернатива, учитывая опять то, о чем ты рассказывал. Только УЭК он физический носитель, наш сервис это интернет-сервис. Ну а мы сейчас все время говорим о том, что активность постепенно перемещается в интернет, у каждого есть смартфон, планшет. Особенно в деревне. Ну хорошо, давай в деревню посмотрим, там нет смартфона, я согласен с тобой. И банков там нет. И банков там нет, а карточку УЭК там есть. А смысла тогда? Совершенно непонятно, коров дает, наверное, удобно будет с этой карточкой. Более того, вы тоже наверняка слышали, да, сейчас инициатива такая активируется, чтобы максимальное количество платежей, ну, в частности, взаиморасчетов магазинов, свести вот к электронным платежам по банковским картам, в частности. И вот тот же самый пример, кстати, где-то я в интернете читал, можно себе представить, да, вот этот удаленный какой-то населенный пункт, да, где не то, что там цивилизация, там просто отсутствие жизни, да, и бабушка пошла в магазин и расплачивается электронный карточкой. Ну, то есть смысл вот этой инновации именно вот такой вот региональной России, а это все-таки, наверное, десятки миллионов человек, вот остается весьма и весьма загадочным. Это первый аспект, аспект технологический, а есть второй аспект, не менее важный, вопрос доступа к этой технологии, которая вот в мозгах у нас. То есть это и финансовая, и просто компьютерная грамотность, когда человек будет смотреть вот на вот эту, что это такое, совершенно непонятно. То есть, и вот этот, да, ну, это приблизительно тот же ступор, в который впадает бабушка в Сбербанке, когда ее отгоняют от окошка и заставляют платить вот в эту большую железяку. Через семинал, да, 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 шайтан-машина. Шайтан-машина. Вот, и вот с этой проблемой, как будет справляться УЭК, это мне очень интересно. А как, в принципе, с этим можно справиться? А никак. Волонтеров нанимать, идти в народ и... Только дождаться, когда население естественным образом сменится. Нет, ну это жестоко и цинично, да, да, а вот с точки зрения волонтеров, это может... Кстати, та же самая бабушка, да, к шайтан-машине подходит с ужасом, но там стоит девочка, она говорит, бабушка, я вам сейчас все расскажу. И возникает очередь у шайтан-машины. Это да. Так же, как... И это еще интересный аспект. Сбербан же, он порождает очереди вообще вот всюду, к чему касается. Максим, извини, я тебя перебью, мы сейчас новости послушаем на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну что ж, уважаемые слушатели, мы продолжаем наш эфир на Финам.ФМ «Сухой остаток». Я, Олег Дмитриев. Сегодняшняя тема – это обсуждение универсальной электронной карты, насколько она приживется в наших с вами сложных климатических, в кавычках, конечно, условиях. Получит ли УЭК широкое распространение среди россиян? Кстати, мы сейчас разговаривали до новостей и как-то скепсисом, скепсисом очень здесь повеяло в этой студии. Я напомню, кстати, сегодня в студии Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финанс Групп и Максим Асачий, начальник католического управления Банка БКФ. Максим – главный скептик сегодняшней программы. Продолжай, пожалуйста. Адвокат дьявола. Да-да-да, я во многом с тобой соглашусь, конечно. Ну, вспомним, например, какому, вот если мы видим какой-нибудь банкомат, к которому выстроилась большая очередь, можно на него даже не смотреть. Понятно, что на нем будет, он будет зеленого цвета и на нем будет известная эмблема. Скорее всего, вот процентов 90. А почему, если не секрет? Потому что он изначально плохо работает? Нет, к нему много народу просто, да? Там все нормально. Сбербанк просто феноменально создает очереди вообще вот всему, к чему не прикоснется. Ну, тут очень просто. Он огромное количество зарплатных проектов накопил. Да. И все идут обналичивать. И все идут, естественно, обналичивать. Вот. А банкоматов все-таки ограничено. Ну, да. Вот и все. И учитывая, с чего мы начали, да, поскольку одним из бенефициаров этого проекта является Сбербанк. На самом деле, основной движущей силы, хотя он там вроде и в паритете с Уралсибом и Акбарсом. Но, я так понимаю, все-таки все происходит в Сбербанке в основном, все счастье. Все упрется в Сбербанк. Да, да, да. То есть, счастье нашему народу надолго будет. Понятно. Это да, это скепсис, это скепсис. Так, по поводу непосредственно технического воплощения этой идеи, мы вернемся к картиням, которые ты нарисовал. Итак, отдаленное село Ночь. А еще есть нюанс, даже не в отдаленных селениях, а даже и в Москве. Вспомним, какой банк чаще всего радует сбоями массовыми. Так, на город. Не нравится, Максим рассказывает, у него горят глаза, у тебя какая-то личная не принятость к этому. Нет. Я хотел бы пару слов все-таки в защиту Сбербанка. В защиту, я тебя прошу, пожалуйста, пожалуйста. Дело в том, что вот сбои, про которые мы знаем, мы знаем как раз благодаря ответственности Сбербанка. То есть сбои бывают везде, а благодаря безответственности. Есть везде сбои. Конечно, конечно. Но просто учитывая, что Сбербанк, он такой очень социально направленный, и он действительно имеет огромное количество клиентов, его сбои становятся просто известны в отличие от других банков. Я думаю, тут все-таки немножко иная причина известности, а именно масштабность. Одно дело, ну и так далее. Логика понятна. Оно одно из другого выходит. Ну и представьте себе, что вся технология завязана на Сбербанковскую структуру, и идет хорошенький сбой. И тут вся страна может повеситься просто. По причине невозможности активировать карту. Ну, кстати, я думаю, что как бы ты ни относился к известному всем банку, ну там люди-то адекватно не работают. Я думаю, если они планируют поднять такую глыбу, они каким-то... Вот, кстати, опять я, да, Толя, ты рассказывал, как Мастеркард появился в России вначале, прежде чем они раздали всем карточки, да, или начали предлагать это, они сначала поляну засеяли. Или инфраструктура, да, там, банкоматы, что-то еще. Терминалы и так далее. А хотите, я вам расскажу еще одну интересную историю? А вот эта интересная история состоит в том, что ведь, насколько я знаю, и Мастеркарду, и Визе предлагали проучаствовать в ВЭКе. И? Они отказались. Отказались или просто не потянули они? Нет, они отказались. А может, как-то им такие условия создали, как вариант. И в итоге, да, и, кстати, интересно, ведь в итоге реализуется не мастеркардовская, не визовская технология, и даже не наиболее популярная в России золотая корона. Хотя она как-то подвязана на ВЭК, я там детали не знаю, но она как-то подвязана на ВЭК, вот. А реализуется сберовская технология, называется она, насколько я помню, просто. Просто, 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 вот. Ну, и вот... А таких точек, ну, совсем немного в России, то есть порядка 10 тысяч. Ну, Толя, вот ты как знаток технологий, они чем принципиально-то отличаются? Ограниченная технология. Только в России, причем не везде. То есть если устройства, которые принимают карточки платежных систем, там стандартные ИСОшные протоколы, которые работают как в России, так и везде за границей. Здесь поддержан вот тот самый формат просто, и он прошит в этой карте. То есть фактически с этой карты за границу не выйдешь, там ничего не оплатишь. Так я не уверен, что и в любом, что речь идет о, как бы, невызном варианте для карты. Вполне возможно, что возникнут и... В России проблемы, да? И в России какие-то проблемы. Не, не вполне возможно, они однозначно возникнут, потому что этот формат далеко не везде. То есть только в Сберии это можно сделать? Не в Сберии, а в сети, которая... Мы говорим о том, что с обычного пластика, да, я могу... То есть он имитирован этим банком, но я, тем не менее, могу снять и в банкомате другого банка, и третьего, и пятого, и десятого, что создает мне определенные преимущества. А здесь вот только в этом, внутри этой системы. Только внутри этой системы, да. То есть считываешь, что ограниченные у нее есть, да, поле, 10 тысяч, ты говоришь, да? Я читал, да, порядка 10 тысяч точек, при том, что это в десятки раз меньше сети охвата других карт. Так что... Народных платежных систем. Это проблема. Чем больше мы говорили, тем все мрачнее и мрачнее. Ну, я, кстати, опять хотел бы вернуться к тому, а почему действительно глыбы-то, мировые, глобальные, мастер-карты, виза все-таки не подключились? Ведь все же это... Ну, я думаю, что им просто... Серьезные деньги-то. Я думаю, что просто им создали такие условия, вот, что они решили... Платежные системы – это международные банковские ассоциации. Эмитентом УЭКа является государство. То есть не банк. Ну, это, в принципе, уже нарушает правила платежных систем. То есть правила игры другие просто, да? Да, абсолютно верно. Я говорю даже не про технологию, а то есть, в принципе, это уже не банк. Ну, это понятно. Это, по крайней мере, во многом на вопросы отвечает. Давайте мы будем подытоживать. Итак, еще раз, с самого начала. Да? Само по себе появление УЭК – это хорошо. Это, как минимум, ну, то ли... Ну, для государства, наверное, меньше карточек в два раза. Как минимум в два раза меньше карточек. Ну, да, то есть собрали информацию на одном носителе. Это хорошо. Я думаю, что у нас, как всегда, благими намерениями... Ну, то есть... Не без этого. Гладко было на бумаге, а вот мы уже обсудили, что... Вот столько... Овраги, а по ним ходить. Да, что минус... То есть вот мы нашли уже очень большой минус этой просто. И совершенно даже непонятно, почему создатели не озаботились... Ну, хотя бы конкурентность, чтобы можно было, например, там, про 100, там, золотая корона. Может быть, действительно, все-таки продумать, как, чтобы и виза, и мастер, банковский... Работал еще. Вот решили монополию Сбербанка сохранить за чем-то. Ну, и получат, извините, то, что получат. Ладно, тем не менее, смотрите. Ну, опять-таки, с точки зрения государства, да, или с точки зрения известных финансовых институтов, это хорошо. С точки зрения потребителя, на, с вами, это... Ну, ни хорошо, ни плохо, ни как это, да? Диалектика есть, на самом деле, везде. И для государства, и для... И для государства, и для пользователя, для любой структуры есть свои плюсы и есть минусы. Насколько больше плюсов, я пока не понимаю. Ну, хорошо, давай так. Ты как гражданин Российской Федерации, как пользователь, да, потенциально, ты будешь оформлять ее или нет? Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. У меня есть электронный паспорт ff.ru, у меня есть настоящий гражданский паспорт. Кстати, а поведайте-ка нам, Анатолий, пожалуйста, как с НИЛС получить свой... С НИЛС вообще есть отдельная карточка пенсионного фонда, и ее, я уже не помню, достаточно давно получил, и по ней я зарегистрировался на госуслуги.ру. Потом один раз мне все-таки пришлось ходить на почту, получить логин и пароль туда. Никто, никогда, даже вот не посмотрели, свой ли я паспорт туда вписал, когда логин получал. Вообще, кто я такой? Просто там, а, заполнили? Ну, хорошо, вот вам конверт, уходите. Бог с ним. Зарегистрировался на госуслугах. То есть это говорит об упрощенности процедуры? Абсолютно. Катастрофическая, я бы сказал. Так это же трагично, это с почтой надо будет общаться. Это ужасно. Ну, один раз. Не, один раз сходите, учитывая, что я говорю, что все очень спокойно, никто не смотрел, паспорт мой действует, ним действует, моя фотография, не фотография. Вписал там, сколько там, 10 цифр. До свидания. Ладно. В любом случае, это можно выяснить и за эфиром. Понятно. А сейчас все-таки у нас разговор, да, о чем? УЭК. Итак, плюсы и минусы. Я, собственно, с Толи согласен. Если говорить, да, с точки зрения диалектики, конечно, есть плюсы такие и минусы такие. Что перевесит, в конечном итоге мы не можем знать. И даже вот эти вот опыты, да, в регионах России, они полной картины маслом не рисуют нам, правильно? Твое мнение, конечно, я хотел бы спросить, хотя я знаю уже, в принципе, твой ответ. В глобальном смысле, как ты относишься к этой идее в целом? Ну, в целом хорошо, но сделано, как всегда, по-русски. Сделано по-русски. Ты будешь сам оформлять ее? Ну, по крайней мере, попытаюсь затянуть этот процесс до упора, чтобы не тратить время. А вдруг оно и само рассосется. Кстати, тоже вариант, да? Не исключено. Не исключено. Опять, вот с этой точки зрения, да, мы попробовали, здесь, 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 оно что-то не пошло, здесь застопорилось, здесь сломалось. Ну, и вот, давайте пока в сторону, живите, как жили. А вот если начнет реальный паспорт гражданина, станет карточкой, на него легко водительское удостоверение можно навесить, а банки пусть занимаются деньгами. Государство пусть занимается своими делами, у него есть, в конце концов, налоговая служба, которая сама сможет промониторить. Ну, изначально нельзя, наверное, эти вещи мешать, да, в одну кастрюлю, деньги, деньги. Государство попыталось тут сделать что? Обегорить. То есть, за счет банков, за счет, ну, по существу, за частный счет, порешать проблему подхода к электронному паспорту. Вот. Ну, вот, как-то криво все это получается. Попилотироваться, я бы сказал. Ну, да ладно, криво, не криво, посмотрим. Это дело, по крайней мере, недалекое, а может быть и далекие перспективы. В общем, я буду закругляться. Спасибо вам огромное. В гостях были Анатолий Артюхов, член Совета директоров Федерал Финансгруппы, Максим Асачий, начальник экономического управления Банка БКФ. Несмотря на все кривые события, мы все-таки с оптимизмом смотрим в будущее. Дай бог, что все будет хорошо. Успехов на рынке, всего доброго, до свидания.